всем привет вы меня просили разбавить ролики задолбала его своей макитой вот вам еще один ролик про милуоки больше наверно роликов про милуоки в ближайшее время не будет такое редко к нам заезжают какие-то не местные ребята заехали в наш город принесли вот такое вот чудо да это по моему к видники строить короче он вроде бы работает конечно шестерни уже подношены и у него плохой удар вот поэтому переключателю видно точно такой есть на аеге ну это в принципе есть аеге все запчасти если вы заказывать будете запчасти они будут идентифицироваться как запчасти для аеге стоимость конечно не маленькая я не знаю сколько он стоит я посмотрел ремкомплект есть стоит на 220 вольт 15 чем-то тысяч но он дорогой скорее всего из-за того что там смазка обычно больше смазки дорогие разных таких дорогих профессиональных инструментов смазка стоит очень дорого скажу честно разбирать или это не хочу и даже не интересно просто трата времени сейчас разберу посчитаю назову овер прайс клиент скажет ну не надо новый стоит прошу я тоже самое произошло вот с теми аккумуляторными он сказал маленький перфоратор что-то около двадцатки стоит смысл его ремонтировать там контроллер за десятку покупать и с этим мне кажется будет то же самое разбираю чисто ради ролика схемку тут скачал я не хочу сказать что это плохой инструмент я думаю это надежно давайте глянем какого года те аккумуляторные были девятнадцатого года и по перфоратору видно что он уже вскрывался и не раз ремонтировался может всего лишь один раз и там схема появилась то есть электрика у них электроника не очень надежная механика может быть и это 2010 год но это вообще древний то есть коричевый хороший инструмент но опять же неизвестно возможно ремонт и у него тоже бы интересно конструкцию ствола, резиночки, такого я не наблюдал ни у кого. У меня вообще опыта по ремонту других брендов нету, очень маленький даже может сказать нет, поэтому разбираю такую впервые. По большому счету оно все примерно схоже и похоже, но зачастую есть нюансы, почему не буду разбирать инструмент, который я не ремонтирую никогда, потому что бывают нюансы такие, во-первых запоминать надо все, может и схема не помочь, во-вторых может случиться такая штука, что ты разберешь, а назад уже не соберешь, такое тоже возможно. или нужен специнструмент для снятия чего-либо. и и Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Электрику сняли. Ну, ротор, по-моему, этот уже ремонтировали, перемотан, скорее всего, судя по этому компаунду. Не уверен на 100%, но мне так кажется. Ох, подшипник сухой. Какая-то странная конструкция. Похожа на гайку. Здесь тоже подшипник у жопа. У ротора просто огромный износ. Просто выработанный максимально. Но при этом еще крутит. Но из-за этого вы слышали, как оно шумит все. Вот эта штука подвигает у нас. Вот этот механизм, муфту. Смотрите продолжение в следующей серии. Такое ощущение, что он лопнутый. На схеме он цельный, вот с этой трубой. А здесь он шатается. То есть это вот стоит на месте, а этот шатается. Вот этот параланс раздолбался. А нет. Он все стоит просто. Хотя на схеме это одна деталь. Вот эта вот вся одна деталь, и она вот так не разъединяется. Либо это какая-то другая версия. Короче, вот эту часть внутри развальцевала. Она отсюда не выходит. Да и отдельно не закажешь. Бочонка вот этих нет на схеме. Поэтому боёк мы отсюда вытащить не можем. Ведущая шестерня тут в порядке. А что он целенький. Прости, но он и не and. Что-то непонятно. Это же крышечка. Странная. Короче, если изменять новый ротор из-за этого износа, естественно, нужно, если на эту шестерню внимательно посмотреть. Здесь в одном месте даже вообще зуба нет. Это цельная деталь кривошип. Естественно, эту часть надо внимательно посмотреть. То же самое. Ствол. Но это будет дороже, чем купить новый. Вот, ребят, этот перфоратор стоит 72 490. Вот он же AEG. Правда, AEG вы уже не найдете в наличии. Но стоил он в разы дешевле. И это одно и то же. А еще есть такой же точно отбойный молоток. То есть, вот из этой схемы убираем мы всего две запчасти. Вот они, вот они, вот это предохранительную муфту. Вот тут этот с шестерней. И шестерню, которая приводит в движение ствол. И получается у нас отбойный молоток. Вот так. Все абсолютно то же самое. Все запчасти. Кроме просто этих двух запчастей нет. Все универсально и просто. Но цены нереальные. Короче, я насчитал примерно на 40 тысяч ремонт. Естественно, его никто делать не будет. Либо вариант. Оставляем ротор. Как и есть. Со всеми шестернями. И добиваем его. Получается двадцатка. Как бы двадцатку укидывать. Я не знаю, насколько он проходит. Не это самое. Нерентабельно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова